Приветствую вас, я, пожалуй, поддерживаю своего кодеку, сказав, что действительно, посредничество, то есть работа с третьими лицами в психологии не приветствуется, а мы считаем, что это неэффективно. И более того, это нарушает профессиональную этику, то есть когда мы работаем с клиентами, мы соблюдаем тайну, то есть тайну того, что нам становится известно в процессе общения с клиентом. А если мы что-то расскажем вам, то получится, что вы это предадите своей подруге, и подруга как бы знает это от вас и пропустит это через привычные модели ваших взаимоотношений. И восприятие того, что мы скажем, пусть даже мы сколь угодно будем правы, будет не такое, как если бы напрямую от нас к ней. И поэтому первое, что вам хочется порекомендовать, это то, чтобы подруга сама пришла на наш ресурс и сама задавая этот вопрос. Дальше, я могу предположить, что вы это и есть та самая подруга. То есть, ну, люди иногда так пишут, в интернете это бывает, все-таки мы не знаем, кто сидит по ту сторону монитор, и если информация про экспертов более или менее есть в открытом доступе, то информации о клиентах нет. И из-за этого складывается такое ощущение, что она просто не знаешь, кого ты консультируешь и кому ты помогаешь. Поэтому, если предположим, что вы это и есть та самая подруга, то для начала хочется сказать, что никто осуждать вас не будет. Мы не судьи и мы не боги, чтобы вас осуждать, чтобы осуждать вообще кого-либо. Вы сделали то, что считали нужным на тот момент. И на тот момент вам это казалось правильным. Ну, действительно, если мужчина, мужчину любишь, действительно, если мужчина тебе нравится, действительно, если хочешь, например, с ним встречаться и там что-нибудь еще, то почему бы не сфотографироваться и не отправить это своему парню? Это нормально. Но ненормально, если в техникуме это знают. то не говорит вопрос, откуда в техникуме это знают. И, скорее всего, знают это с подачи парня. То есть, именно парень стал источником этих сведений о вашей подруге. Ну или о вас, тут как угодно уже можете на эту ситуацию посмотреть. Так вот, если парень, это и есть источник этих услов, ну условно говоря, сплетен, то вся ответственность за это на нем. Понимаете, а если бы, вот если бы любой аспект личной жизни, если бы любой аспект личной жизни выносился бы на всеобщее обозрение, абсолютно любой, не только в сфотографировании голой, но и вообще любой аспект выносился бы за пределы двух людей, то абсолютно каждый бы человек, абсолютно на любое из таких проявлений, то есть на то, что стало известно широкому кругу людей из личной жизни человека, реагировал бы именно так. Почему? Потому что личная жизнь, это только личная жизнь, это не чья-то другая жизнь, понимаете? Это личная жизнь каждого человека, одного человека, максимум двух человек, но ни в коем случае не жизнь многих людей. И поэтому отсюда я хотел бы вам сказать следующее. Реакция вашей подруги или ваша реакция, она в корне неверно. И вот почему. Дело в том, что вы или ваша подруга воспринимаете то, что с вами, условно говоря, произошло, как вашу вину. Но на самом деле, вашей вины никакой нет, потому что когда совершалось вот это вот действие, когда был совершен акт фотографирования, и фотография была отправлена мужчине, например, в тот момент вы не могли знать о последствиях, которые могут произойти. и о последствиях вы узнали лишь потом, когда это случилось. И ответственен за это только мужчина, который не ценил то, что сделала для него женщина, в широком смысле слова «женщина». И это значит, что виновата не она, а он. Понимаете, именно у него нет чести, именно у него нет совести, именно у него нет уважения по отношению к этой женщине. А женщине, которая это сделала, я бы сказал, нужно поступить так. Во-первых, во-первых, понимать, что она ничего плохого не сделала. Во-вторых, отдавать себе отсчет в том, что то, что она сделала, это хорошо, и это никому не вредит. Вообще никому не вредит. Но немногие бы на ее месте рискнули бы такое сделать. И появляется достаточно логичный, мне кажется, вопрос. А не потому ли все обсуждают ее и не общаются с ней? Потому что в глубине души завидуют. Ведь они так не смогли сделать. И поэтому женщине, вам или вашей подруге нужно понимать, что люди судят других не от большого ума. Осудить кого-то легко. Но когда ты сам окажешься на этом месте, на месте того, кого ты осудил совсем недавно, еще не известно, как будешь себя вести. Но люди, как это ни парадоксально, об этом не думают. Потому что им кажется, что они сами не погрешимы. Вашей подруге или вам нужно делать достаточно простую, но я бы не сказал, что слишком легкую вещь. Вам нужно смотреть на людей с широко потистыми глазами, широко раскрытыми глазами, с улыбкой. И говорить о том, что они или вам завидуют, потому что они так сделать не смогли. А объективно никто ничего плохого не сделал. Если говорить о конкретных рекомендациях, то я бы здесь мог бы говорить о работе над комплексами. То есть, именно комплексы это то, что мешает вашей подруге или вам объективно, адекватно смотреть на ситуацию. И дабы это исправить, необходимо прорабатывать комплексы и неуверенности в себе. Но то, что произошло, уже произошло. Этого не вернуть обратно. Так, может быть, стоит извлечь вывод. Извлечь выводы, например, о мужчине, который это сделал. И о его отношении либо к вам, либо к вашей подруге. Извлечь выводы о людях, которые повели себя подобным образом. То есть, условно говоря, неправильно. И вот эти выводы, которые вы сделаете, используете для того, чтобы делать выводы, условно говоря, лучше понимать людей. Понимаете? Понимаете? Нужно не замыкаться в себе, потому что, еще раз, ничего плохого никто не сделал никому. Но нужно понимать, что люди, которые относились искренне к человеку, после такого бы не ушли. Ибо в этом нет ничего дурного. Но, а если, простите, ушли, то это значит, что они никогда не были особо сильно привязаны к человеку. И ваши подруги или вам нужно отдавать себе возможности в этом отсюда. То есть, понимать, что эти люди, рано или поздно, все равно бы ушли. Просто потому, что они не были как-то сильно привязаны к вашей подруге или к вам. Они просто были временны. И они ушли, как только появилась какая-то вот такая ситуация, неоднозначная, да, которую можно осудить. Ну, и понимаете, недалекие это люди, которые осуждают других. Вот то, что я могу вам сказать. То есть, я могу посоветовать, как вы говорите, хотя это, конечно, не совет. Это рекомендация. И не более того. А если все-таки пишете вы о своей подруге, то можете дать ей послушать эту запись. Можете дать ей послушать то, что я сказал. И хотя преодолеть психотравму, которую нанесла ей вся ситуация в целом, это не поможет. Но по крайней мере, по крайней мере, она увидит направления, в которых ей нужно двигаться. И, по крайней мере, поймете, что нужно обратиться самой за конкретной помощью, значит, к психологу. Потому что нужно очень полно и тщательно разбираться с субъективной стороной данного поступка. Мотивация, ожидание, значение и так далее. Все это нужно установить. Тогда можно вашей подруге помочь. Ну, а если это вы, то, соответственно, к вам это тоже относится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, желаю вам всего доброго и удачи.